всем привет знакомьтесь это моя тезка ее зовут лена это правда это правда и это самое что на есть правда елена приехала у нас из красноярска ну я думаю что многие знают город красноярск наверное никого не удивить но удивить нужно другим лена приехала турцию впервые продолжим немножко муж не оттуда там ветер сильный и вот пока мы тут значит шли от ветра выяснили что оказывается мы не только тезки мы еще под одним знаком затиака рождены вы знаете не только это нас объединяет есть еще один маленький можно рассказать секрет лена у нас тоже блогер начинающий начинающий но перспективный потому что ее канал смотрят и он нравится зрителям и я вам тоже рекомендую зайти на канал и посмотреть елена сейчас как раз рассказывать так маленькое отступление тема нашего видео рена в своих видео вот прям сейчас рассказывает о своих первых впечатлениях от турции от чего от анталии от моря земного а все обо всем ну я немножко здесь у нее попытаю на эту тему задам несколько вопросов вот а основную ну да заходите ребята смотрите ссылку обязательно оставлю в описании к видео лен сразу же вопрос как тебе впечатление вот самое первое впечатление открывается дверь самолета троп не троп наверное рукав нет такого не было но потому что как бы я была в нескольких странах вот прямо вау мне не было я имею ввиду контраст между зимой это было вам потому что мне моя подруга света она проживает здесь в анталии было не было не прошу прощения вот вала не до заходите на мой канал мы там с ней уже встречаемся я уже выкладываю видео и она мне говорит лена у нас зимой холодно если такое ну холодно насколько холодно у нас теперь и холодно минус 40 45 сейчас уже такие не бывает и когда когда уже мы приземлились как ты говоришь когда нас уже выгрузили в аэропорт я думаю так минуточку февраль начало нам говорит и ты что у нас сегодня 8 градусов прохладно прохладно плюс восемь да конечно это было что-то такое это посижу меня обманули то есть вот город от турции непосредственно будет от города и когда мы ехали по анталии я же читала очень много отзывов про анталию про турцию в том числе про анталию 100 и очень многим людям нравится ну я даже не знаю кому не нравится турция у меня сватье сватье я очень часто приезжают они очень любят и вот когда мы ехали по городу я такой смотрю как интересно архитектура это не совсем а я решила просто не потому что я до встретим по образованию надо сказать я такая еду скромно и со света стекла скромно молчу потом все таки ну что как тебе анталия и она говорит архитектуры конечно 10 и плюс нет а слава богу что ты это проговорила потому что я боялся видеть архитектуры здесь нет но мне так комфортно ты знаешь я как дома вот сейчас встречаюсь с вами я как дома мне здесь как нравится мне так комфортно турки очень вы знаете доброжелательные люди ну они улыбаются они заговаривают они вот пытаются помочь я знаю языка как-то они в годах и вот если там вы заврашивали какой футбусе он подвел показал что оказывается на столбах есть расписание и вот-вот он ведь вот смотри его твой вот название не расписание маршрут движения с названиями остановок да 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 очень удобно помочь и уже ты смотришь на какую тебе остановку нужно номер автобуса пожалуйста нас тут настя попискивает я не нравится ветер не нравится что что мы не даем мы сейчас наверно пойдем все чуть-чуть и продолжим разговор расскажи вот вкратце прямой перелет был да не с пересадкой оба внукова нет же иметь почему не прямой все равно через тур оператора не самостоятельная оператора отель здесь недалеко находится от набережной кодни алты называется цитрус парк между прочим этот отель он очень популярный ну надо сказать что здесь есть подкормиться потому что вокруг очень много всяких кафешек ресторанов не голодаешь нет или ты со своей колбасой я везу понятно когда ты едешь на 2 недели а когда я ну а я понимаю что сейчас там зима холодно чем занимаешься купаться в море нельзя хотя вот я вчера попробовала я хотела бы я наделась я наделась на купальник и всего полотешка и пошла и помочила только ноги до колена дольше собиралась что мой хороший мы туда идем да мы туда идем да и так холодно мороженое нам мы идем по набережной кодни алты и здесь вот многие кафешки конечно закрыты не так трудно как как летом будем так говорить вот и ну все равно тут что-то открыто и люди есть я сейчас кстати хочу вам показать море немножко потому что все любят на море посмотреть а потом мы продолжим разговор с Леной вот смотрите несмотря на то что сегодня совсем не выходной день рабочий обычный на пляже на пляже есть люди тропаки просто отдыхают вон там митя путают вон там далее красавица далее я к морю не могу подойти ближе потому что у меня там Настя в коляске я с коляской здесь не спущусь ну еще хочу поспрашивать готова готова к пыткам к пыткам вы не обращайте внимание мы с Леной хоть увиделись буквально сколько ну час назад наверное ну мы как это я не знаю как ты я чувствую себя как будто мы стали да 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 тем более я-то тебя по видео знают это меня нет ну я коммуникабельный человек ну стрельцы в общем о чем говорить в общем мы тут такие прям болтушки и болтушки подружки да 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 ну не давай хотела спросить как вот ты первый раз еще есть желание я понимаю я тебя не выгоняю оставайся еще но есть еще желание приехать конечно 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 а почему ты раньше не приезжала я не знаю вот здесь не получалось а каких ты странах уже побывала я была в Таиланде я была во Вьетнаме я была в Пекине ну Китае Пекин Байдахе Байдахе это желтое море Маньчжурия естественно ну это все Пекин это все Китай значит я была в Иордании в Израиле в Иордании в Египте естественно это вот весь вот этот путь ну я не знаю народ наверное вот прежде всего едет в Египте в Турцию да а потом уже там все остальное в Испании ребята все-таки в Вьетнаме в Китай я в Вьетнам очень люблю нежели сюда в Турцию через всю Европу да далековато сколько ты до Москвы летела? четыре с половиной часа и тут три с половиной и тут три с половиной часа да ну восемь часов получается и в Таиланд и по Вьетнаму мы летим тоже семь часов а в Испанию мы летели восемь наверное ну так же ну в общем будем ждать тебя здесь ждите потому что я приеду ну слушайте не ребята я знаете я так вот думаю же я вот сейчас не могу сказать что прямо ой там супер мне очень нравится я ну я чувствую что я полюблю коня моя абсолютная любовь я говорю на своем канале это Испания конечно Барселона обожаю но я так чувствую что это все полюблю ну там другой отдых там там суда там другое там другой формат конечно здесь вот что здесь море вот пляж здесь как дома как-то вы знаете как на даче да 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 я чувствую очень комфортно правда ну отлично ну отлично и последний вопрос да вот почему ты все таки прилетела зимой ну вот потому что хотела посмотреть летом понятно что это жарко а ты знаешь вот я даже привыкла ну я летом всегда по большому счету дома а зимой я летаю зимой в Таиланд во Вьетнам ну одно дело зимой полететь в Таиланд это там как раз сезон покупаться да там как раз сезон а в Турции то не сезон совсем сейчас покупаться ну вот хотелось посмотреть как в Турции хотелось посмотреть как в Турции зимой именно летом понятно что это жарко а еще я не хотела купаться потому что прошлым летом я прям ты знаешь месяца полтора я наверное каждый день ходила купалась купалась если бы у меня была тяга покупаться я бы полетела мне предложили Египет вот на это время тридцать одна тысяча десять ночей все включено я бы полетела туда и там бы купалась отдыхала но мне вот захотелось знаете вот именно подышать свежим воздухом горным морским горы моря походить я знала естественно что туристов нет туристов мало поэтому будет очень комфортно народу весь зима и она на самом деле так другое дело что конечно экскурсии как будто я хотела вот хотела как раз спросить про экскурсии что ты тут делаешь то я не знаю что я тут делаю но я вот так вот ношусь ты знаешь то света приезжала вот то вот сейчас с тобой встретилась то куда то мы прилетели у меня было представляете девочки два перелета вот в один день два перелета стыковка шесть часов смена часовых поясов и мы только прилетели и вот с этим товарищем мы побежали по магазинам ты можете представить что вам так край как необходимо я даже не помню что нам надо было без силовы не могли обойтись в этот вечер именно в этот вечер не знаю пока я не скучаю мне вообще здесь некогда даже ну что я хочу сказать да скажи что-нибудь хочу сказать что я рада знакомству ой я очень рада Лена я рада что мы подружились стали такие прям подружки ну прям подружки 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 веселушки я надеюсь что ты еще прилетишь отдыхать Лена одна она одна вот меня что удивляет она смелая женщина кто-то написал на моем канале девчинок Лена вы мой герой я бы ни за что она не смогла приехала одна в первый раз в чужую страну в которой ни разу не была ну вот и при этом и при этом чувствует себя комфортно не боишься что тебя в гарем утащут? умоляю хочу этого я хочу мечтаю жду этого то есть в гарем прям согласна ну это шука юмора конечно а ты знаешь вот у меня была подруга сейчас этой подруги у меня нет ну которые разошлись в наши пути и она очень хотела замуж за турецкого мужчину она готова была быть второй женой на полном серьезе русская женщина это что вообще? ну ей бы не повезло потому что здесь многоженство запрещено это светское государство серьезно? ну есть конечно там вторые семьи как и у нас собственно да 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 официально здесь считается только один брат слушай она наверное великолепный век насмотрелась и перепутала да 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 времена эпохи да перепутала эпохи ладно хочу все таки еще раз тебя поблагодарить ой Лена тебе спасибо это моя инициатива была особенно встретиться и Леночка я тебе очень благодарна что ты согласилась потому что не каждый бургер согласится да нафиг ты мне нужна там какая-то сибирячка приехала нет нет кто меня приглашает на встречу я со всеми встречаю не отказываешь? нет почему нет ну никогда не отказываешь хороший человек так что если я на пляже вот тут вот мы отдыхаем когда приходим сюда с детьми здесь встречаю подписчиков и мы потом переписываемся общаемся дружба возникает да которые меня узнают многие не подходят конечно но есть люди которые но взгляды ловишь да все у нас Настя уже скандалит поэтому мы с вами прощаемся увидимся в следующем видео ставьте лайки подписывайтесь на канал на мой на Лену ссылочка будет обязательно в описании и всем пока пока